Учебные карточки написал Волков, Кузнецов, Сослов, Калмакова, Ошелыков, Гладышева, Овсянникова, Волгомуров. Он уже отчислился. Нет, отчислился Калмакова, Ошелыков, извиняюсь. Волгомуров тоже отчислился. Ну, мне так стало. И она тоже есть. Здоровый, Геннадий Кочев. Кочев тут был. Положите вот тут вот его на парту. Он сейчас припишит. А вообще, если нет сессии, но перед этим и экзаменами, раздавала парточек учебные, никто мне не вернул. Все вещали сега. Ну, а вот старость отдала, я отдал. Ну, естественно. Ну, сегодня, да? Спасибо. 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 Так. Значит, как мы будем изучать курс? Будем изучать его, к примеру, так же, как Вы изучали философские вопросы естественного знания, то есть чередовать лекции и семинарские занятия. Вот, может быть, за некоторое, но, почему, за некоторое, но, как бы, по новым правилам полагается, чтобы лекционные занятия не превышали 40 процентов общего числа аудиторий и семинарских занятий должно быть больше. Далее, первоначально мы будем ориентироваться преимущественно на историческую проблематику, то есть рассматривать некоторые моменты истории европейской науки, аудиторием, 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 средние века, новое время, научные эволюции и так далее. А затем преимущественно на методологические проблемы. Из этих двух частей будет собраться наш курс. Ну и, естественно, курс будет ориентирован на те вопросы, которые используются в рамках кандидатского экзамена в истории философии науки. И эти вопросы явно не дам, ну, уже ближе к концу курса. Почему? Потому что мы не все, наверное, вопросы успеем пройти. Достаточно много. То, что пройдет, это будет вынесено из полагаемого списка. Так. Сегодня мы начнем с античности. Кандидатский экзамен надо сюда что представить? Кандидатский экзамен, он сдается не больше одного раза в год. Вы можете его пересдать, но это только через год. Принимают его комиссии. И, как правило, присутствуют только преподаватели философского в работе. Хотя, по идее, могут присутствовать и преподаватели физического в работе. По идее, коррекция должна быть смежной. В физике не слишком спешат кандидатским экзаменам, чтобы собираются только философы. Дается один час на подготовку и билет с двумя вопросами. С вопросами из конечного списка. Вы готовитесь и отвечаете. По идее, вы должны отвечать всем членам комиссии, но это нереально. Поэтому комиссия распределяется. Каждый отвечает своему преподавателю. Затем вам обсуждается этот ответ. Вы сдаёте подписывание в свой источник, на котором вы готовились. Плюс преподаватель говорит свои впечатления, когда вы наносите конечные оценки, когда собираются все на комиссии, потому что конечные оценки поставят. Обычно выходят больше пятёрок, меньше четвёрок. Тройки бывают, но порядка. Дройки тоже бывают по просьбе студентов. Когда тройки не желают получать тройку, просит поставить ему двумя. Это тоже возможно. Вы можете отказаться от того билета, который вытянули. Взять другой билет, но за это снижается один балл. То есть, если вы второй билет отвечаете на личный, то получаете на хорошо. Если на хорошо, то получаете результат. Такое право есть, оно действует на всех общих отношениях. Так, вот примерно таково. Можно в следующем году послушать этот курс? Можно, да. То есть четвертый снижение? Ну да. Как обычно, во втором семестре, во втором семестре магистрантов первого года, чем в четвертом семестре магистрантов второго года, в весенней сессии вообще читается это. На самом деле, в начале лета. В каких числах? Обычно в первых числах июля. То есть в мае месяце вы будете отвлечены иностранным языком. И поэтому наши занятия где-то в начале мая уже заканчиваются, что вы могли подготовиться издать английский, у кого английский, у кого-то, у кого-то. Какие вступители считаются? Иностранные и... Какие философии? Философия считается как кандидатские. Я еще раз говорю. Раньше она была вступительной в экзамен. Вступительной и теперь антенов. Почему так произошло? Нет, другие. А вступители немножко другие. Спасы вопросов нам надо оборудоваться специально. Кто интересовался в вопросах вступительной в экзамене, их можно получить на кафедре эстетики. Впрочем, и на наши кафедры тоже. Просто кафедра эстетики курилет вступительной экзамен в аспирантуру и занимается этим делом оборудового коллектива. Организуют все парчины, соответствующие студенты. Лучше у нее спросить. Куда можно выложить? Почему так произошло? Потому что министерство решило, что нельзя делать ради того, что не надо регистратору и аспирантуру. И поэтому отпал пример от истории философии науки как предмет, позволяющий за счастье вступительного завтра. Остался только кандидатский. Так, во парке институционного вопроса еще какие есть? Это было заказано, когда вы туда будете? Уже с 2 мая, да, в апреле месяц. В зависимости от этого объема, который выносили. У вас сегодня две или одна пара будет? У нас запланировано 2 пары каждую неделю. То есть курс прошли в начале 70-44 часа. Но, видимо, это сделали после того, как индустанты предыдущего года жаловались, что им где-то заявили, что им хватает часов для того, чтобы зачистить здание комендарского телевидения. Поэтому это нам дорвали только часы. Значит, переходим к нашему курсу. История и философия науки. И начинаем с истории. Сегодня я аплодирую говорить о античности, о становлении античной науки. Ну, как вы помните, по первому семестру мы читали текст Канна Коппера, и на античности. Я немножко поговорил о античности. Что, в общем-то, разграничения между философией и наукой четко обровести не удается. Но область теоретической деятельности едина, и где философия, и где наука никто не разберет. Например, первые физики и медленцы в шестом веке занимались и астрономическими наблюдениями, были исследованиями животных, и строениях космоса, и многими другими вещами. Мы называли все это физикой, древнего слова – физис, природа. Физис – это природа. Любое исследование природы понималось как физика, и это был основной предмет их философской школы. Это была и физика, и философская. Абсолютно одна причина – это теоретическая деятельность по исследованию природы. Вот о милецах мы читали уже Канна Коппера, и она, мне кажется, очень хорошо излагает эволюцию милецкой мысли. Он показывает, как милецкая мысль углублялась. Первоначально мы имеем полезность. Его космология, основанная на идее субстанциальности воды, вода предусловлено всему случаю, все состоит из воды, и все произошло, и заводим его по лесу. Затем мы имеем аннексий мантера. Давайте я вытащу региональных замечательных усилий. на милец, на милец, на милец, на милец. Вот это, наверное, наиболее добывающиеся представители вилецкой школы философии. Форфолес даже был признан на немец синим милецом. Он стоит, как бы, в дороге между предфилософской мудростью и, собственно, философией. Ну или преднаучной мудростью и наукой. Как хотите, так и скажите. Это будет правильно. Итак, широкий спектр исследований природы на основе идеи субстанциальности воды. В этом и заключалась вилософия форфолеса. Кроме того, мы знаем, что форфолес хорошо знал математику, но удалось предсказать солнечное измерение, которое успешно произошло, согласно предсказанию форфолеса в шестом веке до нашего ряда. Почему меня это немножко развеселило, и почему я сказал успешное произвесло согласно предсказанию форфолеса? Дело в том, что в велик цивилизациях математические знания позволяют делать подобные предсказания. И в Древнем Китае мы находим мудрецов, которые совершали подобные предсказания. Но вот что интересно, когда древнекитайские мудрецы делали предсказания о наступлении солнечного затмения, и солнечного затмения не наступало, китайские мудрецы дружно шли к императору для того, чтобы поблагодарить императора за то, что он предотвратил солнечное затмение. В этом году я и расстоялся, когда сказал, что предсказание форфолеса успешно осуществилось. Грики не шли к царю, к правителю для того, чтобы его благодарить, что не произошло. Они считали, что царь без них причем. Они верили в какие-то другие, более глобальные вещи. Объективность, истины и так далее. В отличие от китайцев, авилонян, индусов, представителей прочих цивилизаций. Т.е. это были самые настоящие физики-теоретики. Но физика у них была очень широкая, исследование широкое, и всякое другое. Учебная природа всё относилась к физике. Самые настоящие физики-теоретики, но очень широкого профиля. Ну вот, чем замечательным Карл Купер, он показывает, что вот этот переход от одного поколения к другому совершался у греков особенным образом. он не вызывал конфликта между поколениями. В том же Китае, или в Древней Индии, или в Вавилонии, мы имеем плавную передачу священной традиции, и сохранение, и приумножение священных знаний. А у греков мы имеем критику. Всякое новое поколение критически пересматривает построение путешествующего поколения. И Анаксимандр замечательным тем, что видимо имел аргументацию, как считает Карл Купер. Я не знаю, на самом деле это было так, но это очень красиво, и вроде бы должно быть правдой, что у Анаксимандра было опровержено к построению леса, которое использовало аргумент с регрессом бесконечности. Когда мы обратимся в космологию и примем космологию по лесу, где земля оказывается плавающей в воде, то у нас может возникнуть вопрос, а если вода держит землю, то на чем держится вода? И мы тут же проваливаемся в бесконечности, мы получаем прогресс, если что-то держит в воду, то на чем держится эта что-то, что-то держит в воду. И таким образом космология по лесу оказывается проверкой, и значит нам надо сказать что-то другое, и Анаксимандр предложил свое безграничное, чисто теоретически, мы проверкаем космологию по лесу. приведение к прогрессу бесконечности, аргументы в связи любитого учителя, и вероятно родного деда, а более вероятно родного деда фэнтеза. и Анаксимандр предлагает рассматривать в качестве первоосновной безграничное от эрона, безграничное, он пишет примерно так, все вещи родились благодаря несправедливости, благодаря проведению границ, безграничных, и поэтому они должны сгибать, и они преследуются на окружении, покуда не родился безграничным, порушенным, несправедливым проведением границ. Примерно так Анаксимандр пишет, и это уже совершенно не виновая космология, чем космология великого деда. Кроме того, Анаксимандр был также физиком, теоретиком очень широкого профиля, и в частности он изобрел, или открыл, или изобрел, как можно сказать, эволюционную концепцию возникновения и развития жизни на Земле, то есть жизнь зарождается море в виде простейших организмов, которые соединяются, которые означают силы и любви. Возникают более сложные образования и появляются, в конце концов, сухопитные животные. Примерно так, все будет максимально просто. Эволюционная концепция в области биологии. Земля Анаксимандра уже находится в равновесном состоянии, ни на чем не покоится, ни на что не опирается. Он делает первый глокус цилиндрической формы на торцах этого цилиндра. Живем с одной стороны мы, а с другой стороны антипиоды, существа противоположные нам. И в один раз два градуса мы совершенно работаем на торцевой поверхности. У них все не так, все наоборот, чем у нас. Так. Первый глокус сделал. Вы знаете, корректно, что создали цилиндрическое или круглое, а какой-то безобразный, и какой-то неподобный формы. Греки были в большей степени теоретиками, и они ориентировались на математическую гармонию, и поэтому они верно выпрямили ваши аргументы против идеальности формы земли. Цилиндр, а тем более сфера, это совершенно геометрические фигуры. Так. Ну, и аноксинем, полполагано, в качестве первого основного воздуха, в какой-то степени он более кондициональный, чем аноксинамдок, более натуральный, философичный, ну, так скажем, менее мистичен, чем аноксинамдок. Но пользовался большой популярностью всё-таки. Народ его построен, и, видимо, на русских домах. Вот таковы выдающиеся представители элета, элитские физики, которые являются наиболее ранней школой в юно-греческой философии, возникшей в начале, так, началось, в шестом, да, шестой век, шестой век, шестой век, ты нашел век. У меня находился на русском гибриде Греции, и как я вам говорил в прошлых лекциях, когда мы затракивали тему античности, Греция контактировала со странами Ближнего Востока, и это влияло на мысль, на критичность, на становление научно-теоретического мышления очень сильно. Другие наиболее ранние философские школы также возникают, раньше всего, на Востоке древней Греции, и, прежде всего, это школа бифагорейцев, и затем это гераклит, исследовать гераклит, а также в Востоке. Немного позже философия начинает развиваться на Западе, на острове Италия, возникает Италейская школа философия в связи с творчеством Ксенофона, Падемида, Зенона, Востоке. Ну, а вслед за школой физиков имеет смысл остановиться на школе математики, при английской математике. Мой тезис о неразличимости философии и лунки можно подвергнуть сомнению, если обратиться к древней математике. В общем-то, в древней Греции математика в значительной степени оформляется дисциплинарно, и как бы оттеряется от всех прочих исследований. Но все дело в том, когда это происходит, и в какой именно форме это осуществляется. Насколько серьезным человекским математом желанием? Нет. Пифагорейцы представляли из себя закрытое философское общество, что и характерно для философских школ. У них была религиозно-философская секта, чем-то напоминающая древние мистерии, архимические, берущие что-то из древних мистерий, архимических, биоресийских. Математика изначально была связана с этой инселяцией, и с мистицизмом. Тифагорейцы считали, что первоосновой всего существующего, они были также исследователи природы, но своеобразно они считали, что первоосновой всего существующего является числом. И при этом числом некотором в таком натурально-мистическом смысле. То есть, если верить Аристотелю, пифагорейцы, в общем-то, не проводили разграничения между вещами и числом. если верить Аристотелем, числа были особого рода вещами. Это не просто был такой абстрактный, чисто математический, с нашей точки зрения, взгляд природных вещей, это был достаточно мистический взгляд. Мистика чисел у тифагорейцев очень сложна и многообразна, в частности, они делили, например, числа по степени совершенства. во-первых, более совершенными были мужские числа, это нечем. Ныне совершенными были женские числа, нечем. Большими совершенствами обладали числа первых декабель, которые набрались за основу. Видимо, благодаря усилиям дефагорейцев, десятичная система счастливого закрепилась на старых акционах. Далее, ранние пифагорейцы почитали в качестве божественного числа Семирицу, более поздние пифагорейцы декабель и церкви. Пифагорейцы не различали геометрию и арифметику, это для них было нечто в достаточной мере единое. Числа, как те вещи, которые представляли всего существующего, мыслились как геометрически совершенствованные формы. Например, единица – это точка, троица – это треугольник, четверица – квадрат и т.д. калькуляция. Термин «калькуляция» происходит от греческого слова «камень» – «калька». и он означал как раз вот это единственное его причинность геометрических и арифметических соображений. В общем, пифагорейцы выкладывали, ну, с одной стороны, и с одно число имело определенную форму, было какое-то мистическое вещь, и с другой стороны, всякий объект мог... Ну, лучше так сказать, всякий геометрический объект мог быть выложен с помощью чисел камушков, и вот такое выкладывание геометрических фигур – это и есть калькуляция. Пифагорейцы считали, что исследование чисел, как первословно всеносущего, имеет мистический смысл спасения бессмертной души. В бессмертии они верили, вероятно, все зоорфики. Орфики ввели в Грецию в широкий обиход идею реинкарнации, переселения души. После исследования из одного тела, одно иное тело, реинкарнации. Хотя идея, конечно, полная трения, она, наверное, в Востоке была широко распространена, нам известно. В рамках греческой жизни, орфические мистерии, ну и геонисийские мистерии дальше, конечно, признавали в данном деле. Орфики были в какой-то мере более интеллектуальными, более тонченными. Народные геонисийские таинцы. Они считали, что экстаз достижим не только в результате употребления дина и козлиных танцев, как это было в рамках. Народные трагедии. Трагедия – это песня Готла, характерная для геонисийских мистерских действий. Ну а экстаз достижим и произведение каких-то числовых выходов, достижения первоословно-исущего. Вот, видимо, от Ольфиков и Фогорици позаимствовали эту идею и поставили ее на берегу, но козлиные танцы Фогорици были уже не нужны для того, чтобы очиститься и освободиться. Они производили математические зачисления и впадали в экстазы. Вот, о подобном экстазе можно в истории, наверное, найти интересный материал. Я думаю, если вы обратитесь к творчеству Архимеда, который назывался Даня Ивановича как математиком, то есть унаследовал какие-то ремонты фогорийских традиций чтивных, вы можете увидеть, какой экстаз Архимеда вызвало обновление числовой пропорции между плотностью и объемом, когда он занимался вроде бы практической и не такой интересной задачей определения содержания золота и серебра в какой-то королевик какой-то цели. Но он обнаружил что-то более божественное, что-то более важное, чем золото и серебро. Биффагорейцы доказали варианты математической теоремы, и они именно их доказывали. Опять же, если мы сравним бифагорейцев с Востоком, с Китаем, с Магалоном, то мы увидим, что в Китае и Магалоне математическое знание имела рецептовую форму. Вычисления, как правило, были приблизительными и, как правило, не требовали теоретического обоснования. Почему надо делать так, а не иначе? Это не доказывалось в Магалоне. Было известно, как надо делать, и использовались приблизительные библиотические люди. В том числе и отошло определение тех же предсказаний тех же формочных знаний и прочих вещей. Греческому математикам удалось доказать теорему, в частности, теорему Пифагора. Хотя неизвестно, кто ее доказал, потому что отошло, что у Пифагора полная неопределенность, ибо все достижения этого тайного религиозного общества приписывались основателям Пифагора. Кто открыл теорему Пифагора и Пифагора никогда не знали. Никаких истинных свидетельств Пифагор на нас не пошел. Доказывалось, да. Ну и, конечно же, греков интересовали такие вещи, которые германских и китайских математиков, в принципе, нематизм интересовали. Они, например, греки, открыли явление несоизмеренности, открыли иррациональные числа. И это их очень заботило, это их очень интересовало, хотя никакой практической нужды против исследования. Они, наверное, даже топили в двух ручках, поскольку пифагорейцы были тайным обществом и запрещали оглашать священное знание. Пифагорейцы, который разгласил существование иррациональных числа, пришлось бы распрощаться с жизнью. Утопили в двух ручках. Утопили в двух ручках. Эти исследования были очень важны, но, очевидно, никакой практической пользы не принести ни могли. Это была чистейшая теория, притом построена на строке-доказательности. Чистейшая теория, вырастающая из мистики, из вот этой числовой мистики, в которой число не отличается от вещей и вылежит основания своего существующего. Число, которое очищает душу, приводит к революционному экстажу. Видимо, этот мистический элемент сохраняется во всякой серьезной математике. Ну, во всяком случае, не так кажется, если посмотреть на область продающихся математиков. Многие из них были самыми настоящими мистиками, в том числе, в нашем категории, приемлемы. Известный мотиватель, который теорией занимался, как Хэн Нэш, в оборудовании Шарфа. Много других можно привести интересных примеров, где разграничить математику и мистики становятся весьма затруднительными. Весьма затруднительными. Так, пифагорейцы — это первые математики. Правда, существуют споры между историками. Кто больше дисциплинарность математики у нас, когда дисциплинарность математики начинается, то ли у поздних фагорейцев, то ли у разных фагорейцев. Это все очень интересные проблемы, вряд ли мы их разрешим. Большое значение имеет также Иллий Скачко. О физиках и математике мы поговорили. Как я вам сказал, чуть позже, чем самое ранее, школа возникает, школа на полуострове Италия, Амельская. О ней стоит, как вы говорили, о ней стоит тоже отдельно поговорить. Кто был основателем этой школы? Опять же сложный историко-философский вопрос. Горные и более выдающиеся представители. Ксенофон, Парменит и Зинон. Вопрос касается испорности фигуры Ксенофона. То ли он является основателем Олейской школы, то ли Парменит. Ой, извините, это Ксенофон. То ли это Ксенофон, то ли Парменит. И почему этот вопрос испормируется? Потому что Ксенофон, он не был, так скажем, коренным жителем Леи, Леин. Он был достранствующим мыслителем, поэтом. Был в одних странах Нижнего Востока. Критиковал народные верования. И это очень важный, конечно, момент. Философия и наука возникают в значительной мере как критика народных представлений, традиционных религиозных взглядов. Это очень важно. Хотя до какой степени те или иные философы противопоставляли себя религиозной мифологической мудростью, однозначно ответить нельзя. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени, те же пифагорейцы, например, очень тесно переплетались с орфическими и мистериальными мудростью. А физики и немецы, наоборот, были достаточно релики от мифологической мудрости. И когда философия говорит, что все полно богов, он говорит это каким-то таким безличным образом. И Зевса, ни Афини, ни Аполлона, никого из богов не называют. Потом говорит, что все полно богов. По крайней мере, в дошедших на нас экспериментах, в свидетельствах современников никаких конкретных разрушлений, подобных любых разработок, повестно, как не приходится. Достаточно далеко, видимо, по крайней мере, неявным образом, разграничено свои философские представления и народные мудрости. Более явным образом противостоят народные мудрости параминит и гераклит. Гераклит, он относится к... Гераклит, он относится к... Гераклит, который расправился на востоке древней Гренции, и относится также к представителям восточно-ианитской философии. Гераклит, например, говорил, что Гамаров – это все народные пары Кнутом. То есть явное иорийское расправление народной мудрости. Породик Кнутом – создателя Ильярдия России, и за его Ильярдия Россия. Породик Кнутом – богов народного эфоса. Гераклит полагал, что народные представления слишком грубые и ошибочные, что боги не могут быть такими, какими нарисовали авторами, противогольными или правильными космологами, злобными, жадными, завистками. Поэтому Гераклит и Петлакова пора всех, кто говорил о богах, так же, как о них говорит народ. Породик также, относясь уже к итальянской философской мысли, к западной греческой философской мысли, говорит о том, что народные представления о тени, о сущем, я весьма не скажу мне, противопоставляют чувственное восприятие, которое опираются простые люди, которые руководствуются смертными, смертные руководствуются своими глазами и ушами и носятся туда-назад несмысленными полками, смотря на видящие глаза и слушая неслышащие ушами. именно так пишут правильные. Смертные простые народы, то бишь, ориентируются на непосредственное чувственное восприятие и считают, что все есть так, как нам кажется. Элейцы призывают руководствоваться теоретической миссией. Ну, и это наиболее ярко сказалось у них в течение амникидии. Да, это очень интересное слово «бытие». Оказывается, в наиболее ранних языках ни в каких мы не находим этого слова. Оказывается, оно является достаточно поздним во всех существующих языках. И что интересно, это странное слово пришло в существующие языки из философии, из чистой философской, физической, мудрости, из чистой философии. Изобретателем этого слова является именно парменид. До парменидов в греческом существовало слово «лонтос», «лонтос» — это множественное число, существительное множественное число. Примерно можно перевести термином «сущие» — множественное число. Мы достаточно некрасиво, мы уже привыкли к «будтие». Мы так не выражаемся. В греке единственного числа, не знаю, это существительное, но только множественное число. Парменид сконструировало необычное соединение. Или неправильно, наоборот. Так, значит, удобная связка есть с партиклем и получил нейрологизм существительного единственного числа, как некоторое дополнение к существительному множественному числу, которое в греческом языке в шестом веке существовало. Во-первых, буква «т» или «г», то получил какое-то странное, нелепое, корявое, никому неизвестное слово в юридическом числе, где-то не было бытие. А в дальнейшем оно поразительным образом проникло в другие языки, и даже в прямых раззнаете, куда она проникала в Библию, проникла в Библию. Поскольку Библию приводили на латинский и на греческий, то первые книги Ветхого Завета были переименованы. В общем-то, достаточно произвольно переименованы. В Ветхом Завете все книги начинаются с тех слов Ветхого Павла. Называются так, как начинается. То есть те же слова, с которых книга начинается, они выносятся очень нормально, соответственно, в классическом Ветхом Завете. Поэтому первая книга называется «Вначатый». Она начинается с этих слов. «Вначатый». Любое сотворение. «Вначатый» Вначале Бог сотворил. Нет, ничего не был хаос. Вначале Бог сотворил тверд. Он назвал твердь неба. Дверь, это четвертая строка. Свет пришли далеко. Вначале был вступлен в свет. У Вас идет другой вариант? Ничего. Мы, когда переводили на английский и латинский язык, то переводчики уже жили в том книге, в которой Санкт-Парминь использовали этот странный геологизм единственного числа и теория. Мы принесли этот геологизм и теория в название первой книги, которые называют им. Они уже жили в мире, созданном парламенте. Поэтому первая книга называется Кригорий Митянов. Чем еще интересна категория Митянов? Этот искусственный геологизм, этот искусственный термин был очень удобен для абстрактных рассуждений. Если мы рассуждаем с помощью естественного языка, то мы рассуждаем достаточно неточно, поскольку слова естественного языка нагрозняются. метафоричные, они имеют какую-то сложную технологию и прочие вещи. А искусственные термины позволяют нам более точно выражать то, что мы хотим выразить, формулировать мысль. И размышление с помощью подобных геологизмов много дает последовательности нашему. Последовательность нашему. В частности, вы используете такой метод, как доказательство противного. Вы используете косвенные доказательства, подбираетесь на метод доказательства противного. И этот метод родился именно в Рейской школе. И метод доказательства противного в общем-то достаточно близок к естественным наукам. Если мы вспомним Карла Коппера, Карл Коппер говорит о ценности опровержений. Коппер, очень большие подозрения относятся к индукции, новых опровержений на столе. Он относится весьма хорошую, весьма эфицирует. Значит, косвенные доказательства, это, конечно, заслуживаются. Ну вот, размышления о самом в России очень интересного Пармелину. Пармелину утверждал, что будет не едино, не единственно, неизмерно, что в ней движется. И пытался это доказать. Зенон тоже это пытался доказать, но в основном он оказался на пути доказательства противного, в отличие от Пармелину, у которого доказательства носили более прямой характер. Ну, например, Пармелину утверждает, что ничто не возникает, ничто не исчезает, что нет ни рождения, ни смерти. Это противоречит народному представлению. Народ ведь знает, что некоторые вещи возникают, а некоторые исчезают. Например, испекли мы пирожки, они возникнут. Съедем мы пирожки, мы исчезли. А по Пармелину, получается, все как-то, ни что ни возникает, ни исчезает. Если мы размышляем о самом убытии, то, в общем-то, действительно, как-то, не очень удобно говорить о возникновении и уничтожении, поскольку мы находимся на достаточно высоте на уровне абстракции. УДИИ – это такая категория, которая охватывает и материально, и индивидуально, является какой-то предыдущей категорией. Разговоры о возникновении и исчезновении становятся новыми с оборонением, видимо, ЗИНУ используют методы доказательства противного. Еще интересно то, что рейцы обращаются к понятию бесконечности систематически в своих доказательствах. Это тоже очень интересно. И еще один спорный момент, я не спорный, так, гипотетический момент. Мне вот нравится интерпретация начала рейской школы Фридриха Минчиша. Фридрих Минчиша полагал, что Параминит первоначально был бифагорейцем. И об этом, якобы, свидетельствует вторая часть программы, где размышляют бифагорейцы, используя их противоположность. А затем отошел от бифагорейской школы и создал собственную концепцию. Уберу термин мытье, озноборозлечение мытье. Выглядит, между прочим, достаточно правопробово. Идея бесконечности волновала ну, по крайней мере, в неявной форме присутствует размышление фагорейцев. А четко его используются доказательства лейтинга. Например, Параминит утверждал, что множестью нестенит. Множестью нестенит. Что быть ею и ею. Ну, как же, скажите, першов ведь мало, несколько. Раскопаем аргумент Зенона с использованием людей бесконечности. Если бытие множественное, то оно делимое. Ну, и каждая из частей бытия сама является бытием. Это все отводится. Далее. Поскольку каждая из частей бытия сама является бытием, но она также делимое. И состоит из частей, которые тоже являются бытием. Таким образом, если бытие делимое, то делимое до бесконечности. тоже тоже вроде разум хотя уже не может быть скотно атомисты можно разрезать разум , но их еще не было, когда начинал. так, делимое до бесконечности. то давайте задумаемся, если процесс бесконечного объединения актуально реализуем, то что может получиться два варианта позвонок. те части, которые получаются в области актуальной бесконечности могут быть либо нулевыми по своей протяженности, либо иметь некоторую конечную увеличенную увеличенную либо нулевыми, либо конечную причин, отличие отмена. Однако и то, и друг, и отмена. Почему? Потому что, если те элементы, которые получаются в результате бесконечности нулевыми, то их сумма, естественно бесконечную сумму, управляются нулевыми. если те пирожки, которые самые маленькие, нулевые, то сколько бы их не было, все равно получится. А если те пирожки, которые получаются в результате бесконечного деления, не нулевые, то получается, что их слишком много. Получается, что делимая корня за бесконечность это тоже плохо. так таким образом мы не можем говорить о множественности, не порождая этот парадокс, и это значит, мы должны относить соответствующих им как непригодных и принять как доказательства великого оборудования. Можно еще раз вторую часть парадокса? Первый понятно, если в результате бесконечного деления мы получаем какие-то не нулевые конечные элементы, то бесконечная сумма не нулевых конечных элементов равняется бесконечности. Это плохо. Значит, любая часть бытия, допустим, это парадокс является бесконечной в своей протяженности. и куда же это конец? Значит, мы должны отбросить идею, что идея нарезки плохая идея. Таким образом, знак проводит доказательства. Еще более известные доказательства зелона против движения. давайте примем некоторые аксиумы. Первая аксиума. Если протяженность тела равняется занимаемым телом мест, то данное тело находится. это определение это определение если протяженность тела так истинно занимаем телом мест, то данное тело не находится. тезис. Второй тезис. Протяженность всякого тела равняется занимаемым телом местом. и дальше университет службы вынесли подключение. Все покурится. Все такое тело покурится. В том числе и летящие стрелы. Прибывают некоторые точки собственной траектории, стрела занимают место в точности соответствующей этой действии. в данный момент времени стрела находится в состоянии покоя или в состоянии движения. Но если стрела в каждой точке находится в состоянии покоя, то летящая стрела в другой момент своего движения покурится. Ну и мы можем сказать слева, что летящая стрела всегда помогает. Ну и лебанки. Второй известный портал, который рос летящей стрелой, ахилл и черепах. Может быть, астрономия ахилл тогда встретила болущую черепах. Мы заметили, фиксировали расстояние на момент старта. Вести черепаха. Запустили секундомер. Ахилл пробегает за время Т в расстоянии между ним и черепахом. Черепаха за время Т отползает чуть вперед. Поэтому требуется какое-то добавочное время. Т штрих. Есть Т. Требуется какой-то Т штрих. Очень маленькое, чтобы вот это оставшееся расстояние. Но за Т штрих черепаха переместится чуть-чуть. И Т штрих. Поэтому требуется Т два штриха. Т два штриха, чтобы преодолеть. Ахиллу это ничего не стоит. Т два штриха нам порядок меньше, чем Т штриха. Но за Т два штриха черепаху все равно немножечко вперед. И ахиллу потребуется Т три штриха. Ахиллу потребуется Т три штриха. Ахиллу потребуется Т три штриха. Не может быть безнадежной ситуации. Оказывается чемпион нашим востроногим ахилл. Вы можете сказать неправильно, здесь просто ахилл с черепахой ничего не соображают в интегральном исчислении. Вы скажете, давайте возьмем вот так вот и проинтегрируем. Тогда все будет хорошо. Ну пожалуйста, вы можете даже вот так взять, а я хочу вот так на костюме взять, или так, или так, или так, или вот так вот предложить занятие, кто бы нашел. Таким образом, интегральные исчисления неизвенчивые были ситуации. То есть неприятные ситуации. Надо пределы посчитать. Честно говоря, я после дружбосказина, после каждого отец, с теми, с умислом, где она не может жить. А как мысли, мы уже споро, что с кем? Надо тогда посчитать пределы. То есть будем интегрировать, будем исчислять предел. Ну, как вы построите этого числа первого предела? Ну, предел последовательности икс при дорезвом, превращающем себе сконечность. Есть икс на динкс-два, которые архиллы черепахают. Они от ТМ, Н стрельбы. Ну, если, да, мы предположим, что архиллы – это какой-то огонь постоянной скоростью стрелы, то есть черепаха – это какой-то огонь постоянной скоростью, то отношение этих скоростей позволяет вычислить пропорции соответствующих отрезков и построить, в конце концов, зону стрелы. Вычисление предела предполагает понятие непрерывности, понятия бесконечного малого, которые используются на тонализе. Постранство, если можно дымиться, то есть шоколады. Да. Вот тут-то и возникает вопрос. То есть, наоборот, с каждым временем всё хорошо. Одно дело – математика, другое дело – физика, и может оказаться не всё так хорошо и светло. А как то? Ну, если пространство и время дискретны, то, как различно, Ахим окажутся победителем, но не факт, что стрела зайдет. А если непрерывно, то наоборот. Стрела долетит, но не факт, что Ахим оконит черепаха. Ахим окажутся. Всё равно это не так плохо. И выходы. Ну, здесь мы переходим к ванной решению. Да. Ну, ванная механика операция на предпосылку дискретности. Предпосылка дискретности спасает нас в случае Ахима, но не спасается в случае летящей стрелы. Ахима, когда мы переходим к такими временам и расстояниям, у нас смазаны понятия дискретности. Ну, мне кажется, при вам расстоянии Ахима просто будет потянуть руку чуть-чуть, и он чей пафос. Давайте на опыте поменем, и всё будет нормально. Давайте на опыте поменем, и всё будет нормально. Идите, правда, я буду задавать. Рикки подпроводил. Он был такой экспериментатор, он взял почки, его звали диагеном. Вот один раз он вылезен почки, и стал перед Зиномом не молча ходить за этот период, ничем не говорил. Но Зиномом нашёлся интересный теоретический органамент, Он так же молчаливо взял палку из толпы. Сейчас разобраться. Значит, нет, погоди, я не убежал. Хорошо, я знаю, смотрю. Ну, доказательство достойно — опровержение. А вот это вот определение похоющегося тела, оно откуда делается? То есть, когда это состоит первой, то есть ей… Ну, это логично. Ну, да, это логично, это вообще-то соответствует греческой мысли и понимаемой пространстве. Да, в греки не знаю теории относительности. То есть, она формеют арханикой. Ну, во всяком случае, это аутентично их понимание пространства как место, и такое определение пространства мы найдём, где в аристотической физике. Это, соответственно, если бы… В аристотической физике именно так. То есть, теорийцы были большими теоретиками, но они очень отрывались от идеи. Они разработали идею бесконечности, аргументы на основе этой бесконечности. Он был далеки от народа. Ближе к народу оказались атомисты. Атомисты считали, что подлинное опознание, конечно же, осуществляется на основе их разума. Но разум не следует противопоставлять, потому что на пусть служил на восприятии, так как это делают милейцы. К разуме мы вынуждены обратиться, когда имеем дело с объектами трудно постижимыми, такими как атомы величайшей частицы, из которых состоит. Атомы невозможно наблюдать, их нельзя не увидеть, не услышать, иначе чувствами постичь. Поэтому мы должны выстраивать рассуждения о причинах для того, чтобы исследовать атомы. Раздавать причины для того, чтобы исследовать атомы. Это, по позиции атомистов, наиболее известный демокрит. Из ранних атомистов, демокрит. Он говорил, что вещи нам кажутся теплыми, холодными, а на самом деле атомы и пустоты. То есть универсальной причиной всего существующей является движение атомов в пустоте, их соединение, приводящее по позыванию вещей. Это говорят древнегреческие атомисты. Ну и древние, и более поздние атомисты. Древние, которые были использованы, это популийцы, поддают популийцев и свои трудообогутые идеи, которые были расчеты. В пустоте присутствовала идея неопределенности движения атома. У ранних же атомистов не идея неопределенности, а только идея случайности. Без идеи неопределенности. Вот. И как бы атомисты стремились разрешить те атомы, которые породили Барбетит, звено своими аргументами. Найти выходности от противоречий, которые были созданы уральцами. Ну, в частности, если существуют мельчайшие частицы, то у нас отпадает идея бесконечного деления. Бесконечное деление попросту невозможно. Мы принимаем оптимизацию. Невозможно бесконечное деление попросту невозможно. В принципе, разделение материи. Ну, материя в состоянии энергетики. Может ли атом сместиться на расстоянии меньшей эллиалии? Да. Ну, я не совсем схватил различия деления материи и вообще... Математическое деление. А, математическое. Да. В каком смысле невозможно бесконечное деление? Физическое или математическое? Ну, вероятно, математический смысл является более сильным, то есть достаточно, видимо, физического смысла. Если одна материя не делена в бесконечном смысле, то мы уже раздавляемся именно тех материалами, которые борождаются на нерезом. Допустим, мы не можем по баллам распределить, но мы можем выделить первую правую баллесу. Следующий вопрос. Выделение левого неправы. Левого неправы. Левого неправы, вверх и вниз. Да, относительно чего левого неправы? Можем половину атаку определить? Другой половины атаку. Потом она говорит половину атаку, а другой занят. Здесь. А еще одно отсутствие, если бы с ним хотели следовать. Что это вообще случилось? Ну вот если бесконечное отделение невозможно, даже в физическом смысле, не говоря уже о математическом, то все в порядке. Мы допровадим все эти парадоксы. Продолжение следует. Проведите все. Так. Так. А может быть? Да, давайте сделаем первую. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.